Давайте проверим, есть звук. Раз, раз, проверка микрофона, плюсики. Во, есть, звук есть. Да, вот такой вот снеговик. Настроение, по-моему, новогоднее уже у всех, поэтому все как-то решили немножко полениться и не выходить на планерку. Вот. Так. Я хотела что спросить, а подарки все готовы? У всех готовы подарки к Новому году своим друзьям, товарищам? Я просто сегодня так вот поймала себя на мысли, что у представителя Арифлейм не может быть неготовых подарков. Вот как так, Лиля? Еще нет. У меня уже, во-первых, все готово, во-вторых, уже все раздарено всем. А, ну ладно, упаковываешь, хорошо. Так, ну что? Так, что будем делать? Начинать будем или еще подождем немножечко, минутку? Десять подарков, ничего себе. Начинать, да? Так, ну, начинаем тогда. Значит, сегодня у нас тема «Работа с возражениями». Вот. Значит, почему я вообще решила эту тему затронуть? Ну, как сказала Лиля, что у меня все с этим хорошо, и надо передавать опыт нашим, как говорится, коллегам. Вот. Ну, я, естественно, что-то посмотрела в интернете. Ну, и так сама, в общем-то, в принципе, пока смотришь, все равно что-то остается на подкорочке. Итак, ну, на мой взгляд, да, что я считаю самым главным при работе с возражениями, это в первую очередь знать хорошо предмет дискуссии, да? То есть мы должны с вами понимать, о чем мы говорим, мы должны знать в сравнении, как это все у нас выглядит красиво. Поэтому я вам рекомендую просто, вот есть презентация Ирины Волковой, да, где она сравнивает компании сетевые очень, как бы, компетентно по трем позициям, продукт, деньги и бизнес, и все доступно объясняет. Вот, ну, как бы, буду пользоваться ее информацией, может быть, кто-то уже это видел. Подождите секундочку. Тут у меня могут быть небольшие нюансы, маленькие детишки дома. Вот. Значит, и, соответственно, если мы обсуждаем Арифлейм, сравниваем его с какой-то другой компанией, мы должны, естественно, знать наши плюсы. Ну, конечно, мы должны знать и наши минусы, но вот я пока, я вот даже вчера уже, когда презентацию приготовила, и думала, ну, каким у нас вот в нашей компании есть минусы. Ну, вот, чтобы нам вот так могли как-то там вот возразить, и мы вот не знали, что ответить. По-моему, вот нет таких у нас минусов, может быть, кто-то знает, напишите, или же все-таки все согласны, что минусов в нашей компании нет. Поставьте плюсики, нет минусов в компании. Ну, посмотрю сейчас, вот, правильно, я тоже так думала. Или у нас все хорошо, у нас самая лучшая компания вообще. Вот. Ну, и, соответственно, плюсики у нас могут быть двух, скажем так, вариантов. Ну, да, первые – это те, которые изменяются, то есть это наши акции, продукты, да, наши корпоративные программы, там, вот, машины в подарок, значки, денежные премии – это как бы всегда есть, да. А, вернее, это может меняться. Машина может быть, наверное, стать другой. Акции, сами знаете, там, вот, вау-праздник, они меняются от недели к неделе. Вот. Но есть и в Арифлейме, естественно, константа, то, что у нас никогда не изменится в лучшую сторону. Вот. И это наш очень-очень большой плюс. И, значит, что, как пример я могу вам это привести. Этот слайд я уже отсылала, наш общий чат, все его прекрасно видели, может быть, даже и помнят. Это то, что у нас большой опыт, да, на мировом рынке и на нашем российском рынке. Так как компания, например, которая менее 10 лет, точнее, 10 лет является проверочным возрастом для любой компании, и после 10 лет остается просто, ну, практически никого не остается. Поэтому мы-то уже 20 лет. Вот. Здесь что хочется еще сказать, что компания пережила за этот возраст много экономических кризисов, да, и это является стабильностью определенной. Интернациональность компании, да, является ее стабильностью. Потому что где-то в какой-то стране кризис, а в других странах нет кризиса, поэтому у Арифлэйм все всегда хорошо. Вот. Также этим можно пользоваться, естественно, при сравнении с другими компаниями, потому что зачастую некоторые компании вот врываются на рынок, да, и тут заявляют о себе какие-то непонятные цифры, хотя на самом деле опыта никакого, и, наверное, годик-два уже все разрушатся, скорее всего. Вот. Ну, вот, например, компания Армель, вот она один год существует, у меня девочка знакомая пошла туда, значит, работать, ну, уже кричит, что мы самая лучшая компания. Когда я ей прислала вот этот слайдик, ну, тут сразу начались вопросы, что, ну, наверное, у нее не самая лучшая компания. Вот. Также наш большой плюс в том, что мы представлены в 62 странах по всему миру, и это очень достаточно большой географический охват. Ну, вкратце, значит, ассортимент продукции – полторы тысячи единиц, и это очень хорошо, что мы можем об этом сказать, потому что иногда вот люди говорят, ой, да нафиг мне ваши крема нужны, но у нас же не только крема, правильно, у нас там все, и шампунь, и мы даже, вот, допустим, там сумочки какие-то, да, там шарфики, биологически активные добавки, у нас очень большой ассортимент продукции. Но здесь я, кстати, один раз встретилась с таким возражением, что, значит, если организация, ну, компания, например, шьет вашу сумку, то интересно, как это она может еще и выпускать крем, то есть хорошая компания должна, ну, как бы, как правильно сказать, на одном только продукте быть заточена. Вот, здесь, значит, я сразу возразила, каким образом. Так как наша компания уже 50 лет на рынке, то мощности компании от года в году растут, и, допустим, есть несколько заводов, да, и в России, и в мире, и, соответственно, каждый завод, то есть линии, которые заточены, допустим, на выпуск определенной продукции. Если, допустим, сравнивать с известными компаниями, ну, например, там нестенная компания, да, она же тоже выпускает разную продукцию, ну, например, там бензин, дизель, масло, битум, которым крыши заливают. Вот, если вы видели заправки, так там вообще продуктовые магазины стоят, там, да, сопутствующие услуги предлагают, хотя тоже все под лейблом одной и той же компании. Поэтому говорить, что, ну, мы не можем так делать, нельзя. Все это зависит от масштаба компании, то есть чем больше компаний, тем больше невозможностей. Бизнес разрывается, разрастается, развивается, покупаются новые мощности, инвестируются в какие-то программы, да. Вот я, допустим, даже в водоканале работаю, и у нас есть тоже, вот вроде бы казалось бы, водоканал, да, ну, что там, ну, вода, нет, вода, канализация, это вообще разные темы, но, тем не менее, это одна большая крупная государственная компания. Допустим, заводы сжигания у нас серного остатка есть, да, сопутствующие зола появляются, из которой изготавливают, кстати говоря, кирпичи, засыпают иногда даже вдоль дорог, вот, клумбы вот эти, ну, может быть, даже вы видели. Вот, так что нельзя говорить однозначно, что вот если она изготавливает крем, то она должна готовить только крем. Нет, нет, все это может быть. Вот, соответственно, еще есть одно возражение по поводу натуральности. Вот, если вы посмотрите эту презентацию Ирины Волковой, то вы очень четко можете увидеть, что, в принципе, из всех компаний, только наши компании имеют натуральный продукт, есть еще российские компании, ну, чистые линии, бархатные ручки, но у них, допустим, идет 10% натуральности, то есть это тот минимум, который нужно было обеспечить компании, чтобы ее назвали, ну, как бы натуральной, это по российским меркам, а у нас по международным стандартам 70%, то есть, соответственно, если вам говорят, что колбаса содержит 10% мяса или содержит 70% мяса, какую вы колбасу купите? Ну, наверное, все-таки, где 70% мяса? Вот, это, как бы, для сравнения очень полезно, потому что этим не может похвастаться, например, Raven, Faberlic или Mary Kay. Вот, ну, про фабрики я уже, как бы, чуть-чуть затронула, но все-таки, вкратце, 5 собственных фабрик, Швеция, Польша, Китай, Россия и Индия. Значит, на территории России 14 филиалов, ну, города вы видите здесь перечислены в слайде, вот, соответственно, ежегодно очень много консультантов, намного больше, чем во всех остальных вот этих фирмах, вот, и что хотел сказать, что у нас работа будет всегда, потому что люди растут, то, что сегодня ей 14, через 4 года ей будет 18, и она уже станет студенткой, ей нужны были доплаты к своей стипендии, и, соответственно, она будет что-то искать. А что искать, как мне Арифлейм, и куда идти, как мне Арифлейм. Вот. Что еще я хотела вам сказать? Значит, вот на своем примере, вот, когда я проходила школу бизнеса, и там, допустим, были ссылочки на презентацию всякие, и я всегда, вот, я смотрю презентацию, и вижу, как бы, сопутствующие видео, похожие темы, да, если мне что-то нравится, я всегда смотрю, я не спала до 4 утра, до 5 утра, я смотрела все подряд. И вы знаете, это на самом деле очень помогает, потому что пока вот это все смотришь, оно на подкорку записывается, и, ну, информация, причем иногда же проговаривается несколько раз, просто в разных вариантах, ну, разные спикеры говорят, да, и получается, что я вот в какой-то момент понимала, что я вот ответы на возражения выдаю на автомате. То есть у меня все это льется, как ручеек, то есть мне возражения я отбиваю, возражения отбиваю, у человека не остается вариантов, да, вот, значит, следующий вариант, самый идеальный, это изучи врага своего, я его так назвала, вот просто посмотреть в каталоге другой компании, да, ну, допустим, наш такой очевидный, как бы, конкурент, это Avon из UberLeague, вот, посмотреть, какие у них есть значки качества, посмотреть, что они предлагают по цене, и дальше следующий вопрос, уточните, а как у них вообще проходит регистрация новичков, да, какие, сколько, во-первых, она стоит, начнем с этого, да, есть ли у них обучение, подсказывают ли им, как сопровождать новичков, какие акции у них бывают для консультантов, как выстроен карьерный рост, я думаю, что на все эти вопросы, скорее всего, будет недоумение, потому что, ну, обычно эти компании просто кидают вам из угла мой и барахтайся, как хочешь, только в нашей компании есть такое прям плотное сопровождение до, наверное, звания директора, или, наверное, еще даже и выше, да, я так предполагаю, потому что, когда ты директор, все равно, наверное, не в идеале все знаешь, всегда есть куда, как говорится, развиваться и расти, вот, значит, соответственно, можно что сделать, когда они начинают рассказывать, что у них, мы можем ответить, что у нас, я вас уверяю, что наши ответы, что у нас, некоторым дадут возможность задуматься, вообще, как бы, туда ли они пошли, да, Арифлейм рулит, это точно, вот, еще такой момент, я вот, воспринимайте возражение оптимистично, я сейчас вам объясню, в чем история, мы тут с одной девочкой, которой я пыталась, как бы, первое время, как бы, к нам присоединить к себе в команду, потом я отошла от этой мысли, вот, значит, она мне дает все время возражения, и говорит, Таня, ты на нее не обижайся, я говорю, я на тебя не обижаюсь, я, наоборот, тренируюсь на тебе, я, говорю, отрабатываю свой навык, мастерство работы с возражениями, вот, то есть, и она мне, а вот так вот, я раз ответила, вот, я вам сейчас пример покажу, там ниже будет, вот, то есть, в принципе, если это возражение воспринимать оптимистично, то и человек не будет воспринимать это, вот, как спор какой-то, да, потому что спор, это все-таки негативный характер, и если даже вы, как бы, победите в этом споре, вы победите оппонента своего, и он навряд ли, даже если он с вами согласится, в любом случае, но навряд ли он к вам придет, вот, поэтому все-таки старайтесь это все рассказывать вводушевленно своему, как бы, оппоненту. Так, ну, вот здесь вот я сделала специально табличку по презентации Ирины Волковой, сравнила, вот там у нее, конечно, много было страховые компании, компании БАДы, аптечные продажи, но я взяла вот наши основные, да, продукты, наших основных конкурентов, и если, в принципе, проанализировать все, что здесь есть, то мы можем спокойно сказать, что мы вообще находимся, вот, ну, на самом, наверное, самой лучшей компании. Ну, вот, напишите мне плюсики, надо это все рассказать, или это все потом просто почитается, или как-то посмотрите презентацию, потому что, в принципе, мы об этом говорим периодически. Поставьте плюсики. Нужно озвучить эту табличку? Или посмотрим примеры моих возражений. Нужно озвучить? Хорошо. Значит, как мы уже частично с вами говорили, да, Арифлейм у нас 50 лет на рынке. Да, вкратце, постараюсь ли вкратце табличку на 40 минут. Вкратце. Вот. Арифлейм 50 лет на мировом рынке, 20 лет в России, 70% натуральности, ей значок. У Эйвен значка нет. Значит, у Хуберлик, они об этом заявляют, у них прописана на всех продуктах формула, у них косметика основана на кислороде. Да, кислород действительно необходим к коже, но это, как мы знаем, кремопомощники. Ими постоянно пользоваться нельзя, иначе будет закисление кожи, и что соответствует раннему старению. То есть, ну, как бы, пример вы все знаете, это есть железную банку, положить на улицу, то она рано или поздно заржавеет, потому что кислород, он окисляет железо. Вот. Или, например, если каждый день кушать одну картошку, даже если она вам нравится, или там тортики вы любите, каждый день будете есть тортики, вам через неделю уже будет тошно на них смотреть. Также наша кожа. Если ее постоянно пичкать кислородом, соответственно, у нас с вами кожа скажет, нет, нет, хватит, дай мне косметику Айрфлейм. Ну, это так. Вот. У Мэри Кэй в косметике спирт содержится, и есть павы, это поверхностно-активные вещества, которые разрушают липидный слой. Это приводит сначала к сухости, вот. В дальнейшем это может привести даже к дерматиту, то есть защитный слой, как бы кожа разрушается, да, она становится уязвима под воздействием окружающей среды, и, соответственно, все бактерии туда попадают, и, значит, может быть какая-то не очень хорошая реакция. Также мы здесь видим с вами, что у нас преимущество 70% натуральности. Ни у одного из этих, из фирм-конкурентов такого нет, поэтому мы этим можем пользоваться, ну, просто вот как бы вот как отче наш. Дальше, по цене. Ну, здесь как бы все знают у нас, кто-то говорит, что наша косметика дорогая, а кто-то говорит, что дешевая. Ну, как дорогая мы можем сказать, что, во-первых, муж курит, не курит, значит, 90 рублей в день на 30 дней, 2100 в месяц, да, а крем наш стоит там, ну, 600 рублей, допустим, разделим на 30 дней, 20 рублей, да, получается. Соответственно, ну, как бы себе любимые 20 рублей, это, наверное, уж не жалко будет потратить для своей красоты, здоровья. Вот. Тот, кто говорит дешево, ну, в условиях Российской Федерации, наверное, это, на самом деле, ну, очень приемлемо, скажем так, доступно. Не дешево, а доступно. А если они хотят просто, как бы, ну, на 4 месяца, это вот прямо если уж совсем, как бы, да, ну, а вообще, вот просто, даже если 600 рублей разделить на месяц, ну, 20 рублей для себя любимый, ну, как не потратить, даже, может быть, человек мажется толстым слоем и три раза в день, Лиль, такое тоже бывает. Искупался, помазался, руки помыл, помазал. Значит, вот. Предлагает посмотреть каталоги Арифлейм в других странах. Там у них все в долларах, в евро, соответственно, там все очень даже и не дешево. Можете покупать по тем каталогам, мы только за. Вот. В Айвене, да, действительно, у них доступная цена, я бы даже сказала, что у них вот как раз-таки дешево. То есть, мне кажется, к ним даже нельзя отнести слово дорого, ну, вот вообще никак. То есть, мы хотя бы кто-то говорит, что мы дорого, да, ну, элитная косметика. У них вообще вот все дешево, и как бы это наводит на какие-то мысли определенные вообще как бы о варианте, да, то есть, дешево и сердито. Фаберлик тоже доступная цена, Мэри Кэй считается дорогой косметикой, но, как мы видим, по качеству не очень хорошей. Вот. По бизнесу, здесь история какая. У нас регистрация 149 рублей, если льготная 10, а может быть даже вообще бесплатно. Вот. У нас много уровней в маркете. У нас бизнес передается по наследству. С уровня директора нам Арифлейм возмещает затраты на аренду офиса. А если мы говорим о том, что, да, мы там будем дома, домой приводить людей и проводить им презентации дома, ну, во-первых, как бы муж, наверное, будет против совсем, потому что, ну, представьте, к вам толпы там ходят, ходят, ему, грубо говоря, не выйти на кухню даже, и, как говорится, не почесать пузико себе. Вот. Поэтому, нет, это не вариант водить домой, а по кафе водиться, это очень дорого. То есть, бывает дорого, а целый день пить чай, ну, как бы, вы сами понимаете. Вот. В Avon, вот это самое главное, вот что, наверное, даже девочка недавно в чате одна писала вопрос, я ей ответила, потому что я этот вопрос, как бы, изучила, да, в Avon у них двухуровневый маркетинг, то есть, у них есть координатор, он наемный, рабочий, его нанимает компания, и под него всех регистрируют, кто приходит. То есть, если, например, вы работаете в одной компании, и вы занимаетесь Avon, вы позвали свою подружку, соседку по столу рабочему, значит, Avon, вы ее привели, ее регистрируют под координатором, и она автоматически становится вашим конкурентом. Там, где вы личный товарооборот, например, делали со всего офиса, часть теперь клиентов, она тянет на себя, соответственно. Вот. Поэтому, ты, как бы, за ее регистрацию тоже ничего не получаешь. Получает только у нас с вами координатор. Плюс координатор – это такая достаточно ненадежная должность, потому что, как только ты не выполнил товарооборот, соответственно, ты можешь вылететь с координаторов и стать обычным консультантом и работать только за 20%. То есть, подождите прям секундочку. Да. Теряется структура, естественно, да. И ты, как консультант, в принципе, у тебя единственный доход – это разница 20%. То есть, мы-то здесь, как вы понимаете, у нас лишний товарооборот, у нас общие баллы, да, командные, мы, как-то у нас постоянно идет рост дохода. Там доход только сколько побегал, столько получил, соответственно. Вот. Фаберлики, у них похожие структуры, как у нас, но у них идет, они тоже работают только на разницу в цене. И у них, так как компания все-таки российская, да, соответственно, у них нет таких мощностей, у них возможны кризисы финансовые. Ну, и вообще, как бы, вы понимаете, что Россия – это, как бизнес-партнер, скажем, не совсем надежная история. Хотя мы, конечно, патриоты все, мы любим свою страну, но, тем не менее, как бы, покупать «Сладу Калину» никто особо не торопится. Лучше купить что-нибудь иностранного производства, скажем так, чтобы было более надежно и долговечно. Вот, по мэрикой, да, все на иномарку копят, точно-точно, по мэрикой у них одна регистрация стоит 2000 рублей. Плюс ты должен единовременно сделать покупку товаров-тестеров на 10-14 тысяч, и это как обязательно идет момент, да. У них запрет работы мужчинам, они проводят тесты над людьми, то есть, ну, как сказать, тесты, ты должна ходить со своим набором тестеров по своим клиентам, всех мазать, трогать, всем, значит, там это, ну, в общем, вот я, например, бактериофоб, мне, например, очень сложно. Я вообще общественный туалет, например, вообще не могу ходить, вот, да, там, а если трогать других людей, ну, вот, не моих родных и близких, это для меня, например, проблема, я не смогу, например, так вот ходить и тесты делать. Мне проще дать каталог, чтобы все посмотрели, выбрали что-то для себя и, собственно, как бы купили. А вот, ну, тебе же надо, ты же купил на 10-14 тысяч тестеров, да, тебе же надо их куда-то деть, ну, да, там что-то ты себе оставишь, что-то ты там подаришь, но тебя же будут там, скорее всего, обучать, как надо проводить тесты над людьми, а вообще людям приятно ли, что к ним кто-то прикасается, да, то есть, возможно, сразу такой барьер психологический быть, вот, при общении, вот, поэтому, а, еще в Мэри Кэй обязательно должен быть какой-то небольшой склад дома, ну, место под склад, потому что у них там периодически надо закупать определенный объем продукции, а если у тебя его не заказали, то тебе надо куда-то его складировать, соответственно, ну, как бы выделить комнату, наверное, жалко, что они на квартиру не дают сразу дополнительную комнату, чтобы можно было, как бы купить и дополнительную комнату, и туда делать склад. Вот этого, к сожалению, нету, поэтому туда идти не надо, идите в Арифлэм. Вот, реклама, скрытая реклама. Так, вот, значит, дальше, это вот вкратце табличка такая на сравнении с нашими конкурентами. Вот, и я хотела вам рассказать свои примеры, значит, работы с возражением. Вот мой любимый пример – это Люба, девушка, сомневающаяся во всем, просто мы с ней работаем в одном месте, ну, немножко в разных отделах. Я вам так вот вкратце зачитаю, вот, ну, прям вкратце, да, вот основные моменты, как вот я все-таки с ней проработала. Значит, первое время я ее все скидывала в видео, она там, то мне некогда посмотреть, то еще что-то. В итоге посмотрела, написала. Я посмотрела, я спрашиваю, хорошо, значит, что, как тебе понравилось. Ну, да, ей все понятно, но есть сомнения, непонятно, что делать, как быть. В общем, у меня знакомых нет, работать не могу ни с чем, предлагать косметику боюсь, значит, и все такое. Понятно. Я говорю, ну, хорошо, тебя всему научат, как предлагать, как все это делать. А как вот кого-то регистрировать, как кого-то приглашать? Я же боюсь, а что, мне самой потом просто кого-то левых людей регистрируют? Ты что, каких левых людей? Мы приглашаем, все сами приходят. Вот, значит, ну, дальше тут идет разговор, значит, наверное, научат, а то как-то скучно, мне что-то не нравится. Может быть, я попозже этим займусь, когда уже выйду из декрета на работу, разрулю, и вы, и, может быть, даже еще и попробую. А может быть, я просто буду у тебя покупать косметику, как бы, может быть, это станет, ну, тебе будет удобно это. Вот, ну, я так послушала, думаю, нет, ну, надо, в общем, убивать пациента, скажем так. И тут меня понесло. Значит, я зачитываю все, как я писала с эмоциями. Значит, я не знаю, как внимательно ты смотрела, но там четко сказано, что тебя, про презентацию идет речь, что тебя сразу никто спрашивать не будет. В любом случае, ты должна пройти обучение, разобраться, это говорит о том, что мы проводим это обучение, да. Я понимаю, у тебя есть сомнения, у меня тоже были, как мы с вами о чем говорили, о том, что надо сначала согласиться с оппонентом, да, у меня тоже были сомнения. Я также понимаю, что, скорее всего, ты сейчас занята больше темой выхода на работу, но это никак не может помешать тому, кто хочет. Записаться в школу бизнеса и начать обучаться – это один час твоего времени. Поэтому, если ты поймешь, что это не твое в итоге, то всегда можно будет уйти. Уговаривать я тебя не буду, в этом нет смысла. Если ты не хочешь пробовать что-то изменить, это твое право. В моей ветке уже 27 человек, люди идут, учатся и желающие всегда есть. То есть я ей говорю, что, ну да, конечно, мне было бы неплохо, что ты придешь, но, в принципе, я тебя уговаривать не буду. Ты выйдешь на работу, первые 10 дней будут очень насыщенны, а далее начнутся тусклые будни длиною в жизни. Вот для меня сижу в декрете, еще это и одушина, что-то новое, занимаешься с собой, красота. Ну, действительно, я в декрете сижу, но я получаю столько эмоций от Ари Флейма, и я это вот говорю искренне, людям. Это интересно, когда есть в жизни не только 8-часовой рабочий день, а есть увлечение. Тем более, я вижу заработки своих спонсоров, да, то есть меня это мотивирует. Я заработала за прошлый месяц 1600, это немного, но тот, кто начал только-только, это достаточно много сейчас. Я ей говорю, ты сейчас не горячи сразу, не надо говорить, я не буду этим заниматься. Есть два варианта. Первый, ничего не делайте, через 3 месяца тебя терминируют. И второй вариант, сделать минимальный заказ на 149, активироваться в течение 2 лет, ты сможешь всегда вернуться или начать. Тут она пишет, да, я с тобой согласна, поэтому говорю, что хочу с одной стороны, а с другой стороны, меня что-то напрягает, что-то непонятно, что-то как-то, в общем-то, да, смутно. Вот, я ей говорю, еще человек так устроен, но это здесь уже мои навыки, как говорится, психолога, я по образованию психолог. Еще человек так устроен, что всегда что-то новое пугает, психика защищается, начинает выдавать варианты, почему этого делать не надо. Но это физиологическая реакция животного в нас, да, то есть, ну, вы сами знаете, что там животное пугается, убегает, и все, его там потом из норки не вытащишь. Но так как мы люди, у нас есть механизмы воли, то есть у нас человека обеспечили волей, которой мы боремся, да, там не хотим делать зарядку, но тем не менее встали, сделали для себя любимых. Которые мы должны пользоваться, и с этим механизмом мы управляем своими страхами. Тот, кто хочет сделать, ищет средства, кто не хочет, ищет причину. Естественно, это такая логичная, по-моему, для нашей организации поговорка. Вот, потому что, Люба опять пишет, значит, действительно приоритетным является выход на работу. Я хочу, но я боюсь. Вот. Ну, в общем, к чему все пришло, я вам сейчас покажу. Да, вот тут я написала, что тебя никто не покусает, если ты в итоге скажешь, что не твое, никому ничего должна не будешь. Отношения наши с тобой не ухудшатся, потому что у некоторых есть такая боязнь, что вот отношения могут ухудшиться. Якобы я вот откажу человеку, и все, и он про меня забудет. Я говорю, я человек адекватный всегда, у меня еще немножко осталось, прям совсем-совсем. Да, я быстренько сейчас закончу. Вот. Ну, дальше она говорит о том, что она человек ответственный, боится начать и про, как говорится, что не получится. Ну, и дальше я просто вот делаю, как говорится, контрольную дожималочку. Люба, давай определимся, чтобы сослаться на ночь, что мне нужно отчитаться за тебя перед своим спонсором. Первый, ты будешь пробовать, но не прямо сейчас. Я приведу тебе вводный инструктаж, сделаю активационный заказ, если у тебя нет скайпа, надо сделать, могу помочь. Пока ты будешь осваиваться на работе, будешь потихонечку здесь, значит, обучаться. Как тебе такой план? Хорошо, согласна? В итоге мы ее зарегистрировали, значит, сейчас она делает скайп себе, я ей провожу вводный инструктаж. То есть, главное поставить, скажем так, перед человеком задачу, потому что, когда они смотрят видео, они думают, ой, не столько всего делать, а здесь четко. Значит, делаем инструктаж, делаем заказ, дальше что будем делать, я расскажу по ходу песни. Вот, мне кажется, это самое важное. Так, ну, вот есть еще пример Вика, но здесь вообще все печально, конечно. Конечно, человек занялась вот этой вот фирмой Армель с духами, вот. Ну, когда я с ней поговорила, значит, она мне скинула презентацию о том, что, в общем, в Арифлэме все плохо. Презентация была достаточно старая, видать, когда-то, может быть, там и были вопросы, а может быть, действительно, как мне подсказала Лили в свое время, что это заказное видео. Вот, и в Арифлэме все хорошо. Я, значит, ей тут вкратце рассказала, что все хорошо у нас, не надо меня тут сбивать с мысли. Вот, и мне вот это первое нравится. Решила тебе немного притормозить, если вдруг ты всерьез этим занялась. Угу. Добрая девушка. Ну, в итоге все закончилось так. Вика, у меня все хорошо. За что мне злиться? Знаешь, даже хорошо с тобой я учусь работать с возражениями. И тут она мне пишет, а слабо, я к тебе в команду, а ты ко мне. То есть, я, конечно, понимаю, но, видите, она все равно уже не появилась в мысли о том, что, а я к тебе в команду, а ты ко мне. То есть, баш на баш. Нет, я к тебе в команду, Вика, не пойду. У меня отличная команда. Вот. Ну, ладно, так как мы, в общем-то, уже заканчиваем. Любите свою компанию, убеждайте в первую очередь себя. То есть, всегда надо, вот думайте, как вы должны сказать, вот если бы вы такое возражение сделали, как вы должны ответить человеку, чтобы вы бы тоже сказали «да». Вот. Ну, и, конечно же, всех с наступающим Новым годом. Вот. Хороших вам подарков, веселых дней предновогодних, заботах, хлопотах приятных. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Вот. Мне было с вами приятно. Спасибо, что пришли на планерку. Вот. И всем пока. Там, наверное, сейчас будет Наталья Григорьева рассказывать еще презентацию, поэтому не уходите из комнаты, обязательно послушайте. Я тоже буду слушать. Все. Счастливо. Всем пока-пока. Счастливо. Счастливо. Счастливо.